Всем доброго времени суток. Сегодня я вам покажу изменения и обновления, которые произошли в проекте STM GPU за прошедшее время, хоть я, конечно, и давно уже не выкладывал новых роликов. Изменилось многое. Изменился протокол, он стал быстрее, больше, больше появилось возможностей, больше команд. Обо всём этом будут отдельные ролики, отдельные видео, да, выложу на канал чуть позже. Сейчас покажу основное базовое изменение. Что ж, в принципе, как и раньше, тот же самый экран или 93-41, та же самая плата, китайский клон Maple Mini на STM32 и F103, те же самые Pro Mini на 8 МГц, потому что они поддерживают скорость 1 Мбот, ну и потребляют, в принципе, немного, очень удобно. Заказывал на Алиэкспрессе. Что ж, как и в прошлый раз, для обмена нужно всего три линии, это типичный USART. Это общая земля RX и TX. Но общая линия Reset, конечно, для удобства в сбросах обоих контроллеров, не будет лишним. Что ж, достаточно подать питание, GPU стартует, и достаточно, и ожидать синхронизации от ведущего контроллера CPU. Достаточно его просто вот так подключить, и они синхронизировались. CPU передаёт GPU данные, и тот их выводит, как только может, с максимальной скоростью. Что ж, как видите, достаточно быстро. Всё выводится на экран. Добавилась версия для Arduino, родного языка, Wire, или я не помню, как он там точно называется. Всё есть в папке проекта на JitHive. Ещё раз, ссылка в описании будет. Там есть и прошивка для STM32, набор библиотек на языке AC для большей скорости по сравнению, чем с языком Ардуино. Ну и, само собой, для Ардуино. Также распиновка всех контактов, там описание команд и прочее, прочее, прочее. Что ж, достаточно поменять контроллера, нажать на сброс, дождаться синхронизации, и оно снова пошло выполняться, уже, как видите, другой набор тестов. Что ж, я сделал полностью совместимым с библиотекой Adafroid, так что достаточно просто поменять базовый класс. Ну, увидите в примерах. Да, кстати, также добавились примеры. И, в принципе, больше ничего не надо будет переименовать. Просто написать другое название класса и в Begin добавить желаемую скорость, здесь указать, ну, для скорости обмена. В принципе, больше ничего. Прошить STN32 можно через STN32 Flashload. Что ж, на этом пока всё. Спасибо за внимание. Мне очень нравится, когда вы ставите вот этот символ где-то там внизу. Очень приятно, что кому-то это нравится и есть смысл, ради чего это делать. Спасибо. Всего доброго.